Мам, что ты еще лкаешь там? Лежать? На лапу, мам! Нет! А-а-а, я упала! Пять, шесть, семь! Только попробуй покуситься на мою бандану. Перегрызет лежанку. Хай, ребята! Вы на канале Magic Family. Меня зовут Аня и со мной мои собачки. Эйвен, Миша, Софиша и Юми. Маленький наш щеночек. И сегодня я снова решила провести эксперимент со своими собаками. Что будет, если сделать собаке массаж? Действительно ли это работает? И более нервная собака становится менее нервной, а активная и перевозбужденная собака становится спокойной. Не забывайте подписаться на наш канал и поставить большой пальчик вверх этому видео. А мы будем начинать. Вот и проверим, действительно ли это работает. Начнем мы с нашей напряженной собаки Миши. Как вы видите, Миша напряжена даже сейчас. И попытаемся при помощи массажа расслабить Мишу. Миша еще ладно, я верю. А вот со мной и Юми, я что-то не уверена, что это сработает. Массаж можно делать и специальными такими перчатками. Но сегодня у нас именно контактный массаж. Массаж при помощи рук. Я начну с того, что буду проводить вот так вот руками по всему телу Миши. Такие движения стимулирует также и кровь, чтобы она бежала к корням, к шерсти. Я провожу как против шерсти пальцами, так и по шерсти. Ну что, Миш, как ты там, как себя чувствуешь? Мы делаем сейчас массаж спинки и боков. Также можно помассировать за ушами собаки. Можно также просто погладить. Сейчас мы попробуем перевернуть Мишку. Какое приятное ощущение. Лапки, потягнуть лапки. Я растопыриваю пальчики Миши и прям массирую все вот эти вот подушечки хорошенько. Теперь массаж животика и груди. Миша сама расслабила шею наконец-то. Теперь я поделаю массаж вот здесь, на щечках. Аж ножки дрожат. Массаж мордочки. Хвостик, Миша, массируем. Сейчас мы явно видим, что массаж действительно работает. И Миша спокойная. Она закрывает глазки, значит ничего не боится. Миша поднимает свои расслабленные лапки. Когда Эйвен вот так лежит, я прям чувствую, как он напряжен. То есть если его попробовать взять, он уже сразу заранее встает. Он напряжен сейчас, когда его переворачиваем. Но мы будем Эйвена расслаблять. Проводить также вот пальцами против шерсти и по шерсти. Эйвен еще напряжен. Это заметно. Он поднимает голову и никак не может ее расслабить. Щечки и глазки и ушки массируем. Вот так вот прям берем ушко и вот так вот делаем. Кажется и правда приятно. Ай, как хорошо. Вот сам ложится и Вася. Это налаживает не только ваш контакт с собакой, но также контакт собаки с ее телом. И если до этого, например, на какой-нибудь щелчок или звук Эйвен вскакивал сразу, потому что испугался, например, то сейчас, если я щелкну пальцами, он, скорее всего, отреагирует гораздо спокойнее и менее боязливо. Да? Че? А? Че? Мам, че ты ее щелкаешь там? И теперь, когда боязливая собака более спокойна, с ней можно, например, начать заниматься. Лежать? На лапу, мам. Нет, ты не то делаешь. Лежать, Миша. Да, я вспомню. Ай, молодец. Если вы хотите видео о том, как я пытаюсь заниматься с Мишей и рассказ про нее, потому что я многое уже о ней узнала, то ставьте лайк этому видео. Сидеть, Миша. Вот, молодец, Миша, сидеть, молодец. А теперь мы занимаемся тем, что возбуждаем наших активных собак, чтобы проверить, как работает успокоительный массаж на возбужденных и активных собак. Ах, ты, хитлая лиса. Сейчас Юми тебя поймает и съест. Ага, я упала. Дурацкая лиса. Тетя София, дай мне злую лису. Да на, Юми, пойдем, лиса, в штабик. Я буду тебя наказывать. Я буду играть, укуси за ногу тетю Софии. Раз, два, мимо, три, путь здорово, четыре, да Юми, ну блин, пять, пять, семь. Иди сюда, София. Давай играть в мячик. Нет, не мячик. Мы будем массаж делать. Давай попробуем. Сейчас, только мячик принесу. София, иди сюда. А можно иди, я поцелую? Нет. Вот вы видите, София лижется, она возбуждена. Давай, я живу. Юми, только попробуй покуситься на мою бандану. Будем расслабляться. Лапки между пальчиков. Да. Помассируем шейку. Расслабь, Юми. Пощекочим ее вот так вот везде. Кто там что грызет? Держи ее. Вот грызи. Солнышко не такое вкусное, как бандана тети Софии. Ну ладно уж, солнышко, иди ко мне в штабик. Я тебя тут съем. Возьмем ее вот так вот за ушками. И будем тоже гладить ее. Чесать ей за ушками. Прямо начесывать. Пассируем ей спинку. Мам, мне кажется, Юми теперь грызет лежанку. Ну ты уже все грызешь, Юми. На. Так, чтобы собака сама расслабилась и легла сама. Да. Вот так. Я нажимаю на локоть, и сустав ноги выпрямляется, лапка выпрямляется. София, которая бы на этот звук подпрыгнула и побежала, чтобы узнать, где он происходит, сейчас на него не реагирует. Потому что она успокоилась и лежит спокойно. И если собаку возбужденную поднять, после массажа она будет вот так вот висеть на руках, а не будет вырываться, прыгать и дрыгаться. Ооо, какой расслабон. Привет этим ребятам за лепосты в наших группах ВКонтакте или со страницы МамВК. Да, вот они. А сейчас мы попробуем сделать массаж нашему Масипутику. Масипутику. Ей хочется играть, будет пинаться ножками. Поэтому сейчас мы будем делать массаж, который успокаивает щенка. Щенки быстрее намного реагируют на массаж, чем собаки. Для начала мы помассируем мордочку, щечки, глаз, головку. Да. А потом будем гладить все тело спокойно. Многие собаки не любят лежать на спине, особенно щенки им это не нравится. Поэтому, чтобы приучать их к этому, нужно постепенно класть их на спинку и гладить пачки. Ну как ты там, Юми? Не-не-не. Вот так вот массируем хвостик. Попку поднимаем, загибаем. Юми уже явно более спокойно. Она села, она не бежит никуда. Вот так вот. А потом гладить. До того момента, как щенок сам расслабится. Вот так массаж влияет на собаку. Спит ребенок, засыпает прямо на глаза. Ну что ж, я думаю, наш эксперимент прошел успешно. Подписывайтесь на оба моих канала, ссылочки там и увидимся. Пока! Подписывайся и поставь лайк. Понял? 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 Вот.